Всем привет, ребята! И сегодня я буду делиться с вами своими стрёмными, криповыми, какими-то вообще непонятными, просто необъяснимыми историями. Но сегодня конкретно я хочу поделиться именно страшной историей в своей жизни. Я до сих пор, когда вспоминаю, у меня просто холод по коже, и мне становится действительно очень стрёмно. И я надеюсь, что из этой истории, возможно, вы что-то извлечаете, сделаете какие-то выводы, или просто послушаете, посмотрите, например, на моё лицо. Давайте начнём, но, блин, сначала будет беспалевная реклама, просто пиар. Самый пиар моего инстаграма, вот. Я там часто провожу трансляции, между прочим, я там отвечаю на очень-важно интересующие вопросы. Да, блин, я стрёмно, что из-под кровати кто-то вылезет. Не хочу снимать это видео вообще. Фу, блин. Ну, короче, да, подписывайтесь на мой инстаграм, я там часто провожу трансляции, отвечаю на какие-то философские вопросы или простые вопросы. Мы там с вами беседуем, очень мило достаточно, между прочим. И ещё у меня там новый классный стиль, как мне кажется. Ну, по крайней мере, мне пока что нравится. Короче, эта история произошла со мной где-то год назад. И вообще, небольшое такое предусловие, в моей жизни было всего где-то, наверное, три стрёмных истории, может быть, четыре, я не помню. Но, в общем, я запомнила как бы три, у меня в голове они отложились. И одна из них это ту, которую я сегодня вам поведаю. И если вы хотите услышать другие мои какие-то страшные истории, или просто ситуации неловкие, в которых я где-то тупила просто жёстко, и это потом выглядело очень странно, смешно, нелепо, тоже пишите в комментариях. И давайте попробуем набрать под этим видосом, ну, ну сколько вот, мне жалко, ну, 15, наберём 15 тысяч лайков. Я не могу, у меня паранойя, потому что меня трогают. Хватит меня трогать. Как это всё было? Это было только не с осени, только начало зимы, потому что я помню, что достаточно рано темнело. А такое бывает только в конце осени и зимой. Обычный день, я ездила, гуляла, где-то там я что-то там кофе пила, ну, ну, суть-то не в этом, да. И я возвращалась уже домой, то есть обратно. Я ехала на метро. Я решила поехать на метро, да. Я пожалела об этом тысячу раз, вы не поверите просто. И, короче, я еду по эскалатору, я уже вышла в свои станции, я думаю, да, победный рывок, и я дома в тёплой кровати, в тёплой постели. Кофе, чай, сезала, тра-та-та. И, ну, не тут было как бы. Вот, я стою на лице этого эскалатора, и ко мне подходит человек. Ну, я думаю, встану, ступеньку, ладно, может, ему негде встать, типа, с кем не бывает, камон. Но тут, нет, всё ещё разворачивается в другую сторону. И он такой, типа, здравствуйте. И я такая, типа, тфак, что он мне хочет, я его не знаю. И он был очень взрослый, то есть ему было лет 50-60. У меня такая, у меня просто самые жуткие мысли в голове. Я такая, может, какой-то друг СМИ. Я такая, типа, стою в недоумении немножко, смотрю в этот пол несчастный, типа, ага, я вас не слышала. И тут он мне такой, судорожно вспоминайте, кто я. Я до сих пор помню эту фразу, мне просто вообще всё трясётся, когда я это повторяю. И такая, ответила ему, типа, ну да, я вообще не знаю, кто вы. То есть он такой, а я? И он представился вообще очень, как это странно. То есть я не знаю, какой-то мой шизофреник. Но он такой, я, АВ. Он сказал, то есть он сказал только инициалы. Типа, то есть нормальные люди говорят имя. А он такой, я, АВ или ЧП, что-то такое. В, Х. Ну я, короче, не помню конкретно инициалы. Но помню, что точно были инициалы. Но самое странное начало происходить дальше. Я продолжаю ехать на этом скалатре. К сожалению, на моей станции сделали очень глубоко метро. Поэтому я ехала очень-очень долго. И разговор у нас был очень-очень длинный. И очень не складывался. А он мне такой, типа, а вы представьтесь. Ну я такая, я не дура, своими говорить не буду. Я такая, типа, лявнула. Первое, что ещё пришло в голову. Татьяна. Ну так звали мою маму. Чтобы вы понимали. Поэтому это первое, что мне пришло. Такое, приятно познакомиться. Я такая, господи, а мне это как приятно. Вы не представляете. Я там чуть-чуть уписала со страха. Ну мне было приятно просто. Ну и тут у меня спрашивают, типа, в каком ты классе? И я что-то решила вам сказать, что в девятом. Ну так у меня в девятом, собственно. И тут у меня спрашивают, а тебя кто-то ждёт? Просто было вообще странно. Как будто мне зарезать хочет за углом где-то. Я такая, да нет, знаете, никто не ждёт. Ну я очень умная. Я решила ответить, что меня никто не ждёт. Потому что меня, правда, никто не ждал. Я просто должна была пойти до дома. И тут у меня спрашивают название переулка. Я не буду говорить, потому что это мой район. И он находится реально, я знаю где. Такое действительно существует. Я знаю, как к нему пройти, чёрт возьми. И тут он такой, не могли бы меня пройти до этого переулка. У меня там встреча, в общем, важная. Он был, знаете, такой в пальто, берет или не был. У него ничего на голове, не помню. В перчатках, такие вроде бы кожаные. Какие-то перчатки чёрные такой почти полностью. И выглядел солидно. Реально такая борода, агрессивость, такое. Я сейчас не понимаю. То ли педофил, то ли писатель шизофренийский. Ну то есть ваше предположение в комментариях, пожалуйста. Говорю ему. Да нет, знаете, я вообще опаздываю. Да, я знаю где этот переулок. Я вообще здравствуй дерево. Просто сказала, что я знаю где он. И мы уже подходим к концу. Уже сейчас я должна выйти. И, короче, я выхожу. Я вообще пыталась потеряться в толпе. Но там, к сожалению, не было суток толпы. Поэтому я пыталась как-то вообще потеряться. Я выхожу и такая, типа, беру телефон. Короче, такая, типа, алё, алё, алё. Да, алё, пошла за метро. Уже я до дому. И пытаюсь просто свалить оттуда максимально быстро. Такая, ну да, сейчас буду, буду. Вот такая, типа, ла-ла-ла. И типа сваливаю. Вроде нету. Я такая, ну я свалила. Да, я такая, да, мы победили. Но не тут-то было. Я захожу, короче, в магазин. У нас рядом с метро очень много кафе. Всяких магазинов. Бургеркингов, Макдольдс. Всякие вредные фигни. Ну и не только вредные. Я зашла в продуктовый магазин, чтобы себе там купить чисто батончик. Потому что я была голодная. И тут ещё такая ситуация произошла. Очень, ну, не окей. Я думаю, зайду-ка я в магазин, пережду немного. Вообще, место, где я живу, район, он достаточно людный. Поэтому мне было не так страшно. Но я помню, что уже темнело. Потому что, опять-таки, в то время темнело рано. И это меня вообще настораживало очень сильно. И тут я выхожу. Понимаю, что он стоит там. Я такая, ну, господи, ну за что? Ну, он стоял спиной. Я такая, о, это шанс свалить. И тут я просто, давай бежать! И тут я понимаю, что я немножко отбежала. И мне такая, девушка! Ну, там сзади кто-то кричит. Ну, это была женщина. Я такая, ладно, обернусь. Сразу с этой женщиной оборачиваюсь. Она такая, ой, вы что-то упало. Смотрю эти ключи. И я думаю, ну, хорошо, что хоть так. Смотрю этот, да, он педофил непонятный, старый какой-то, мразмазик. Повернулся ко мне. Я думаю, ну что за жизнь? Что за день? И, короче, я такая, ха-ха-ха. Я там чуть не обоссалась, серьезно. Он подходит ко мне, смотрит. Видите, он только всегда на меня смотрел своими глазами. Я не знаю, может какая-то фишка, типа, зрительный контакт очень важен и все такое. Но я такая, стою, ладно, делаю мечты, все окей. Типа, сохранять спокойствие. Тут я стою, ну, мне нечего сказать, и такая, ну, я пошла, типа. И тут мне наступает на ногу. Я думаю, сейчас вообще схватит за руку и зарежет. Просто у меня в голове паранойя. Я злюсь, а если Кристина злится, все. Я вообще прямолинейная и вспыльчивая. Я могу послать. Я прям мысленно представляла уже в голове, как я его душу. Серьезно. Мне было стрёмно и меня бесило одновременно, потому что, ну, я хотела домой. Короче, да, дальше начинается самая жесть. Ну, он наступает, типа, случайно такой. Даже не изменился. Я такая, да ладно, может не изменяться, что уж там. Он достает что-то из кармана. В тот момент, пока он доставал, я думала, что там действительно находится нож. Достает, достает, и я думаю, там нож. И я думаю, что делать? Я стою и думаю, просто, я думаю, сейчас жизнь закончится. Знаете, что он достал? Блокнот. Он достал блокнот, ручку, что-то записал. То-то рисовал, то-то записывал. Я не поняла. Мне было очень стрёмно. Я думаю, всё, я в какой-то книге. Я там буду какой-то там жертвой по счёту. Я думаю, всё, капец, просто пришёл. Он, как вы понимаете, убрал свой блокнот. Просто я не знаю, что это было. И смотрит на меня, так, кстати, смотрит. И у меня реально его взгляд просто прожигает. Мне так страшно становится. Потом я такая, типа, извините, мне надо идти. Я старалась спокойно говорить, чтобы он меня там не придушил. Он на меня смотрит, вслед мой смотрит. Я отхожу немножко. Просто начинаю бежать без оглядки. Я бегу, бегу, бегу просто. Слава богу, у меня дом не сильно далеко от метро. Ну, ну, минут 7 бежать, наверное, ну, если бежать. Я реально бежала просто. Я добегаю до дома. Я поднимаюсь, открываю квартиру. Я думаю, господи, вдруг он там. У меня просто паранойя уже. Вот так он там стоит. Чёртый мне просто, бум. Мне стрёмно. Дома никого не было. Я открываю эту дверь просто дрожащими, серьёзно, руками. Вхожу, смотрю, никого нет. Включаю свет, сажусь нафиг. Включаю музыку, чтобы хоть как-то заглушить мою паранойю, чтобы отвлечься. Смотрю ещё в окно. Очень долго смотрела, не было ли его там. Смотрела, вроде нет. Я подумала, что вроде бы он исчез из моей жизни. Слава богу, господи. Это было реально страшно. То есть, я не знаю, что это было. И, пожалуйста, напишите в комментариях, если вы, возможно, во-первых, видели этого человека. Потому что я до сих пор не понимаю, что это шизофреник, писатель, педофил, преступник. Я не знаю вообще, кто это. Я не понимаю, что это было. Это абсолютно реальная ситуация. Со мной действительно это произошло. Я не понимаю, кто это. Ну, я никогда не пойму, наверное. Не дай бог я ещё с его встречи, серьёзно. Мне очень страшно. Типа, я боюсь всего этого. Я вообще этих людей ненормальных боюсь. Не знаю, кто он. Он был взрослый. Он был так прилично одет. Но все педофилы, они, типа, приличные. Все эти убийцы, они, типа, приличные. И мне до сих пор стрёмно сейчас. После этого видео мне найдёт и вычиск. Нет, если серьёзно, я не знаю. Напишите обязательно, во-первых, может, у вас была похожая ситуация. Может, вы видели этого человека. Обязательно напишите в комментариях. Я буду реально ждать. И спасибо вам за просмотр, что прислушали мою историю. Будьте реально осторожнее. Не общайтесь с незнакомыми людьми. Если они к вам подходят, не говорите, что вас зовут Татьяна. Или имя какого-нибудь своего родственника. Да не несите в этот бред. Просто скажите, что вы торопитесь. Что вас ждёт там бабушка, я не знаю, дядя. И он весит 100 килограмм, пускай он обосрётся там от страха этот педофил-маньяк-писатель непонятно кто. И просто скажите, что вас ждут. И валите нафиг оттуда. Такие, типа, и сорян. Sorry, I'm late. И уходите реально оттуда. Просто не надо, не надо ни с кем знакомиться. Особенно, если это мужик. Поэтому буду ждать ваших комментариев. Будьте бдительны, будьте осторожны, берегите себя, своих близких. Ну-на-на, переходите за дорогу на зелёный свет. И всё у вас будет классно в жизни. Это я хотела показать. Поставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. И если хотите реально видеть какие-то мои странные истории, пишите обязательно в комментариях тоже. Не забывайте про 15 тысяч лайков. Ну, в общем, всем пока-бока-бока. Всех люблю-люблю-люблю-люблю. Фу!